У нас акция. Идеальные праздники с подарками из Золотой горы. А также специальная цена на кольцо с бриллиантом за 6499 рублей. У Золотой горы. Не дадим ломать. Вот встану и не уйду. Такого сопротивления железнодорожники, похоже, не ожидали. Несмотря на будний день спасать мост от демонтажа, вышли десятки жителей Первомайки. Люди в гневе и хотят лишить пути в город. Мы мостики эти делаем, чтобы переходить. А когда люди погибают? Кто здесь погибал? Вот вы можете их поставить. Молодой человек, 24 года, в 19-м году. Вон, 300 метров там погибают, но не здесь. Кому жить не наплевать? Наши дети ходят здесь в школу каждый божий день. Они 10 раз посмотрят в обе стороны. Предписание о демонтаже моста железнодорожникам вынесла транспортная прокуратура. Об этом стало известно в конце прошлого года. Тогда же мост убрали, но люди его восстановили. На этот раз жители встали стеной. Коллеги, тогда давайте обсудим, а как быть с решениями, которые прописаны на бумаге. А власти сегодня городские тоже должны прийти вместе с органами полиции. Пришли только полицейские. На путях встали около десятка сотрудников. Чиновники так и не появились. Посчитали, что проблема касается сугубо жителей и железнодорожников. Представители РЖД оценивают ситуацию и делают вывод, силой брать мост не стоит. Уважаемые жители, да ну вот чего бы, я же нормально говорю и слышу вас всех, вот всех услышал. Почему первым репортажем нас не услышали? Мы услышали. Нет, не услышали, вы вынуждены его отстаивать снова, вы его приехали сносить. Но мы же его сносили опять по требованию надзорных органов. Надзорные органы сочли, что хождение через пути опасно. Жители Первой Майки так не считают. Путь, по которому им предложили ходить, гораздо опаснее, утверждает каждый, кто пришел отстаивать мост. Ирина Доведюк, мама школьника, говорит идти в обход, во-первых, гораздо дольше. Время в пути увеличивается еще на 40 минут. Но самое главное, идти придется прямо по дороге, причем не освещенной. Женщина показывает несколько опасных мест маршрута. Отсюда начинается вся наша опасность. Мы уходим на эту дорогу, здесь нет ни единого освещения. То есть только там, у самой дороги, у проезжей части, здесь нет ни одного фонаря. И тут машинам разъехаться негде. Я прошла почти километр, там нет ни дороги, ни одного фонаря. Я вынуждена идти по снегу с угробом. Далее дети сталкиваются с другим препятствием. Оно тоже представляет опасность, ведь теперь нужно идти по более нагруженной транспортом дороге. Здесь нужно несколько минут стоять, ждать, пока пройдет поезд. А после того, как мы перейдем, нет ни одного тротуара и ни одного столба со светом. Мы вынуждены идти вдоль дороги. Сначала регулируемый переезд, а после него круговое движение. И два пути, один опаснее другого. Если мы пойдем по этому пути, там поврежденная высоковольтка стоит. Там она очень проржавела, и у нее прямо одна, с одной стороны, так скажем, нога, она повреждена. То есть там кусок прямо выпал, и я там побоюсь ходить, и я побоюсь отпускать своего ребенка. Если мы пойдем вдоль дороги, вы видите сами, что здесь нет ни одного тротуара, ни одного фонаря. Дорога темная, особенно это утром, 8 часов и вечером. Движение здесь очень оживленное, вот особенно там подальше, вот этот поворот идет. Там очень часто улетают машины прямо с дороги. И я видела не один раз, что машина лежала на крыше. Боль родителей разделяют и те, кто в Первомайке не живет. Сергей Козлов проезжает по этой дороге часто. Говорит, направлять сюда детей – безумие. Они с Черняховского, с Горького, как они пойдут? Вот сюда вот, круг. А здесь лес. Вот как детям маленьким ходить? Неравнодушный водитель показывает и заснеженный тротуар всего несколько метров, который, по сути, не используется. Не чистят его. Куда людям-то ходить? Детишки, вот сейчас я проезжал, детишки прямо идут сама, поднимаются сама через нас и выходят к гаражам. Пошли в школу. Это что такое делается? Администрация у нас ничего не хочет делать вообще. Между тем, без участия городской администрации первомайцы настаивают на своем. Сносить мост не дают. И кажется, не зря. Железнодорожники проникаются проблемой и обещают пока подождать. Мы мост демонтировать не будем, обратимся в надзорные органы, которые нам давали предписание, чтобы урегулировать этот вопрос. Что касается строительства нового перехода, то работы планируют начать, как оттает грунт. Проект уже готов. Здесь планируется пешеходный переход первой категории, оборудованный сигнализацией, площадками, подходами с пандусом, чтобы могли люди не только здоровые, а и маломобильные группы подойти, подъехать. Причем это будет сделано таким образом, что человек, подходя к железной дороге, сначала пройдет вдоль ограждения, чуть-чуть вдоль, оглядевшись, увидев, что поезда нет, приблизительно. Во-вторых, это сигнализация, ему об этом гарантированно сигнализировать. А пока современный переход через пути не построили, жители намерены и дальше отстаивать самодельный мост, ведь для них это единственный приемлемый путь в город. Говорят, если мост снесут, то люди соберутся и построят новый.